Финансовые поощрения в виде премии для работников всегда приносят им удовольствие и повышают мотивацию. Что же делать, чтобы получить премию, расскажет Екатерина Митина, менеджер по подбору персонал. Доброе утро, Екатерина. Доброе утро. Раскруйте нам, пожалуйста, небольшой секрет. Что же такое вообще эта самая премия? Ну, премия, в первую очередь, это инструмент материальной стимуляции сотрудников. Как раз таки, да? Да, да, именно материальная. Она выплачивается дополнительно к основному уровню зарплаты. Из чего она вообще-то складывается, собственно, состоит? А вообще видов может быть разного. Утро. Видов может быть много разных у премий. Вы-то вас понимаете. Это может быть фиксированная выплата, это может быть, например, процент от уровня зарплаты, это может быть какой-то расчетный алгоритм, по которому вычитывается премия, как правило, называется KPI. Ну, я думаю, по стандарту, да, вообще кто может рассчитывать на премию? Человек, который всегда говорит комплименты или тот, который работает, наконец-то, лучше? Ну да, на самом деле, это любой совершенно сотрудник может рассчитывать на премию и принимает решение руководства, основываясь на том, сколько времени работает сотрудник, какая качественно она работает, финансовая положение предприятия, ну и другие факторы, конечно, влияют. Ну, это понятно, конечно же. Ну, и хочется также узнать, в каком размере она должна выплачиваться. Может, есть какие-то стандарты, а как бы премию еще не доплатили? А мы ее не знали, да? Да, да. Но вообще на законодательном уровне премия ничем не ограничена. Ее размер может быть совершенно любой, и в том числе выше оклада. Единственное. Минимум? Нет тоже минимум? Минимум тоже нет, не минимум, не максимум, да, все на усмотрение руководства. Хорошо. При этом есть ограничения только у руководителей государственных учреждений. У них премия должна быть, точнее, если она у них действительно ограничена, максимально допустимое соотношение между зарплатой руководителя и обычного сотрудника. Ну и все-таки, Катя, если мы хотим получить эту самую премию, что нужно делать вообще? Упорно работать или вот как Аня предложила как-то чуть-чуть подлизываться к начальству? Вы, кстати, Катя, сегодня прекрасно выглядите. Спасибо большое, вы тоже. Вот, но если говорить про то, как, да, завести разговор с руководством по премию, конечно, об этом люди умеют разговаривать, нужно пользоваться, и за это нужно заводить разговор, если вы считаете, что вы достойны премии. Самый лучший вариант – это подводить итог своей работы за какой-то период времени. Графики, отчеты, цифры, как только мы показываем это руководству, руководство, естественно, принимает, скорее всего, в нашу сторону решения. Ну, и вот я уже озвучила в самом начале, что все к Новому году хотят какой-то премии, какой-то бонус, что-нибудь такое, чтобы все-таки подарили. Стоит рассчитывать или нет? И вообще это на регулярной основе как-то происходит или тоже нет? У всех все по-разному. Премия может быть на регулярной основе, может быть, например, идти на временно выплачивать за какие-то определенные работы. Рассчитывать, конечно, можно, но принимает решение, повторюсь, руководитель, и законом он не обязан это делать, то есть он не ограничен, он может выплачивать, может не выплачивать. В том числе и транссорплата, она у кого-то есть, у кого-то нет. Ну и все мы понимаем, что премии-то могут лишить, собственно. Вот мы ждем-ждем, а за что ее могут лишить? Да, ты графики все сделал, ты все показал, что ты вовремя все это, соответственно, совершил. Ну подумаешь, не пришел в последний месяц на работу. Или как раз в день премии, вот на 15 минут опоздал. Да, премии, конечно, могут лишить. Они могут быть, например, премии можно лишить частично или полностью, все зависит от того, какой проступок совершил сотрудник и насколько он несет материальные затраты, скажем так, для компании. Примеры, за что могут лишить премии? Прогул, просто не выход на работу, не выполнять, точнее, если халатно выполнять с должностных обязанностей. Прийти в нетрезвом виде на работу тоже. Причина для лишения премии. И зарплаты тоже. Да, в том числе. И также это может быть, не знаю, там, невыполнение каких-то поручений руководства и так далее и тому подобное. Катя, вы на что тратите свою премию? По-честному давайте. Ой, я ее складываю. Коплю на мечту. А за ноябрь у вас было премию? За последнюю премию? За ноябрь мне не было премии. Мы сегодня в декабре тогда премия. Будем стремиться. Спасибо вам огромное. Ну что же, желаем, чтобы премия у всех была. 13-я зарплата обязательно случилась. А сегодня в гостях у нас Екатерина Митина, менеджер по подбору персонала.